Приветствую! В данном видео речь пойдет про билборды. Билбордами обычно называют некие плоские объекты, которые все время повернуты к плоскости камеры, ну или точнее к плоскости крана. На практике это где-то вот так вот. Как видите, с какой бы стороны я ни подошел, объект все время разворачивается в камере. Причем их может быть много даже в рамках одного объекта, это один статик меш, например, все вот эти листья. Также это часто применяется по факту даже львиная доля всех эффектов, связанных с системами частиц, это именно билборды по факту. Применение великое множество, сами видели сто раз, то есть это и полоски хп, всякие всплывающие надписи там интерактивными объектами типа нажмите кнопку зюм для взаимодействия или типа того. Применение великое множество на самом деле. В простейшем виде делается это очень несложно, как именно я сейчас покажу. Начнем немножко с теории. Что понадобится? Понадобится нам, во-первых, объект какой-нибудь, например, такой. На самом деле форма самого объекта роли не играет. Ключевое, что нам надо, это координаты точки, то есть, например, его пивота. В данном случае будет в центре непринципиально. Ключевой момент для нас это форма UV-развертки, то есть, если UV-развертка будет квадратная, например, то и билборд будет либо квадратным, либо прямоугольным. Это как сделаем. Вот если бы, например, UV-развертка была треугольная или какой-либо еще формы, соответственно, билборд просто будет треугольной. То есть именно ключевой роли играет именно UV-развертка. Что еще понадобится, То есть понадобится нам экран, точнее его плоскость. Что будем делать? Возьмем координаты пивота объекта, преобразуем их в пространство, так называемое камера space, пространство камеры, хотя обычно я его краном называю, хоть это не совсем точно. В итоге что мы получим? Мы получим вот эту точку в пределах нашего экрана со смещением относительно центра. То есть значение по x смещение влево, почему-то отрицательное значение, то есть это минусовое. Право соответственно будет положительным. Вверх по y, соответственно, вверх положительное, вниз, соответственно, отрицательное. Значение же по z как раз даст значение глубины. То есть, вернее, не так и нарисовал. Вот этой точке, вот этой. Вот это как раз будет значение по z относительно плоскости экрана. Ну, разумеется, оно всегда положительное. Само собой. Что мы сделаем? То есть мы получим координаты точки в экранном пространстве. Возьмем нашу развертку, прилепим ее на наш экран, образно говоря. Вот, получим координаты вот этих, в данном случае, трех вершин, например, в экранном пространстве. Вот, и потом прибавим к ним, ну, как бы, дадим, прибавим к ним значение по z. То есть, в итоге получим их, как бы, вот здесь вот, уже в мировой системе координат. Ну, и, собственно, все, что нам останется, это посчитать смещение от вершины реального объекта до полученных значений. Да, понимаю, немножко запутно получилось, но на практике все еще проще, на самом деле. Сейчас сами увидите. Смотрите сами. Так, что понадобится? Ну, во-первых, понадобится нам пивот объекта. В данном случае будет в локальной системе координат. Ну, вот, соответственно, преобразуем его из локальной системы камеры Space в данном случае. Давайте-ка наглядно покажу, кстати, как лучше будет, как цифры меняются. Ну, как видите, сейчас плоскость находится в центре, ну, как бы, в области просмотра условного экрана. Вот, как видите, XY по нулям, Z, соответственно, 255. Чем ближе, тем будет меньше. Вот, когда она совпадет с плоскостью экрана, соответственно, по Z будет 0. Ну, видите, это сложно, показывать не буду. При смещении, соответственно, плоскости влево, как видите, по X ее зарисательное значение, соответственно, вправо положительное. Ну, по вертикали, соответственно, по Y вверх положительное, вниз отрицательное. То есть, его достаточно просто. Так, понадобится нам размер Q и развертка. Как обычно, разбираем именно составляющие. Так, значение по вертикали инвертируем. Потому что отчет идет с нуля, и так нам удобнее будет работать. Можно обойтись без этого, но обычно делают так, и они страдают. Просто потому что так удобнее. Так, теперь нужно вычесть. И вычитать нам нужно для того, чтобы задать центр нашего билборда с привязкой к ее развертке. Сейчас у нас, словно говоря, точка привязки находится в левом верхнем углу. То есть, если я хочу, чтобы точка привязки была посередине, соответственно, мне нужно вычесть 0.5.0.5. Так, теперь мне нужно умножить. Умножение задает как раз размер нашего билборда в сантиметрах. В данном случае будет 100 на 100. Так, что теперь? Теперь добавляем третье значение. В данном случае это 0, поскольку, как бы, координаты нашего билборда прилиплены на экран по глубине пока равны нулю. И менять мы их не планируем. Собственно, все, что осталось, это прибавить полученные значения к значениям пивота в экранном пространстве и преобразовать уже из экрана в обратную мировую систему координат. в данном случае камеры, прыжки все экраном называем, хоть это неправильно. И вордспейс. Осталось получить смещение для реальных верфин объекта. Да, в общем-то и все. Смотрите сами. Берем плоскость. И вуаля. Нам все время теперь повернуты камеры. Размер его ровно 100 на 100 сантиметров. Мне сложно убедиться, если рядом с ней кубик поставить. Ну, думаю, понятно. То есть, как видите, в простейшем виде делается элементарно. Единственное, что давайте сейчас только немножко доработаем. То есть, хотя бы до какого-то удобоваримого состояния. Банальную полоску хп из нее сейчас сделаем. Для примера. Благо, это очень и очень просто. Так, берем текстурные координаты Power. Вычитаем какое-нибудь значение, отвечающее как раз за количество здоровья. Отчисленное округление для руб. Два цвета. Ответственно красный. Тоже даймо. Ну и какой-нибудь серый, например. Как правило, билборды это либо прозрачные материалы, либо не освещенные. И потом, как бы, проблем с нормальными у них, ну, из-за этого не бывает. Тут же смотрите сами. То, что иначе, если объект освещается, то там вот куча заморочек с нормальными. Обычно этого не делают. Именно либо прозрачные, либо вот англит вариант. Так, давайте сразу сделаем материал инстанс. А, да, кстати. Надо еще разные пропорции задать. Сейчас она у меня квадратная, что, конечно, не очень интересно. Давайте сделаем ну, примерно, метр на 20. Так, накидываем наш материал инстанс. И смотрим, как меняется наше условное здоровье. Понятно, что меняет параметр в игре, и вы, соответственно, будете менять, влиять на данную полоску. В идеале, я бы, наверное, лучше сделал даже параметр Custom Primitive Data для данного значения. Я уже не раз показывал, как это делается. То есть, вот, влезем в параметр, ставим галочку. В этом случае материал инстанс там, как бы, уже будет особо ни к селу, ни к городу. Залезем уже в объект, нажимаем плюсик. Вот, соответственно, меняем уже тут. Забавно получилось. А, ну да, все правильно. Это из-за аллергии. У меня же ограничений нету. Соответственно, цвет может превышать на указанное значение. Второй поставлю, больше не будет. Из таких забавных моментов, то есть, сейчас все стандартные примитивы, то есть, кул, соответственно, сфера, вот с некоторыми говорками, конус, цилиндр. Так, цилиндр. Сейчас все вот эти объекты, здесь я на них накинул данный материал, встанут полосочками, хопай. Поскольку форма билборда зависит именно от UV-развертки. Для исключения, единственное, эта сфера, она будет немножко зубчатой. Вот. Связано это именно с ее UV-разверткой. Сейчас покажу, какой. То есть, собственно, вот, видите, есть зубчики, именно поэтому они есть. То есть, именно форма привязана именно к UV-развертке. У всех же остальных объектов, цилиндра, вот, это плоскость. Ну, да, то, что еще круг в середине, как бы хрен мы с ним. Потому что плоскость, ну, вернее, квадрат точнее, вот. Конус, тоже квадрат. То есть, именно что форма зависит от UV-развертки. Причем у некоторых объектов, и даже у всех, по-моему, два UV-сета. Так, ну, вот, вот, неинтересно второй UV-сет. А вот, вот цилиндр уже интереснее. То есть, если мы сейчас в нашем материале укажем не нулевой UV-сет, а, например, первый, в текстурных координатах это указывается. То есть, соответственно, форма наших белбордов поменяется, потому что, поскольку другой UV-сет у объектов, он иной. Вот, пожалуйста. Вот это наш цилиндр теперь, вот это наш куб, и как в шесть грани. Ну, как помните, у нас изменены пропорции, у нас сейчас не один к одному, ну, то есть, один, ну, 120 еду. Один к 5 еду. В данном случае весь квадратный сделан будет лучше видно. Ну, собственно, вот. Если вы видите, вот, и вверх-развернутки. Невидимые фрагменты, это потому что они развернуты на, ну, как бы, развернуты на 180. То есть, обратной стороной в нами сейчас находится. Поэтому они прозрачные, соответственно. Ну, вот такие вот они, билборды. Штука, на самом деле, весьма интересная, с их помощью можно много чего сделать. То есть, не только всякие полоски хп, там всякие значки, надписи и прочие, при желании, фейковая система частиц делаются. Например, вот это все, это фейковая система частиц. То есть, на самом деле, это не агар. Это именно фейковая система. Если я сейчас материал не уберу, сами видите. То есть, на самом деле, это вот такой вот статикмаш, грубо говоря, 64 квадратика и только. И все. И вот этот, это тоже не настоящая система частиц. Это, соответственно, тоже. Это все основано, по сути, на билбордах. Ну, само собой, и листья тоже. Так, хотя, где имея листья. очень интересно. А, я не то убрал. Я не материал убрал, а мышь убрал. О, листья вот так вот выглядят в оригинале. Видите, вот такая штука, условный дуванчик, который тоже все время поворачивается к нам. Так что, билборда штука весьма интересна. Используется, на самом деле, много для чего. Кроме же, упомянутых примеров, это нередко используется для стилизованной растительности, порой и не для стилизованной. То есть, вариант применения, вагон и маленькая телеска. В общем-то, это все, что я хотел рассказать в рамках данного видео. Поддержать можно на Boosty, при желании. Там же порой дополнительную информацию выкладываю. Есть Discord, Telegram, все ссылки в описании, как обычно. И всем пока. субтитры подогнал DimaTorzok Продолжение следует...